Не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне. Я еще раз повторю. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне. Комментарии. Это самое сокровенное знание, не следует поверять тому, кто никогда не ограничивал себя, стараясь исполнить заповеди религии, не пытался заниматься преданным служением в сознании Кришны и не служил чистому преданному. Но прежде всего нельзя открывать его тем, кто считает Кришну просто исторической личностью или заведует его величию. Люди с демоническим складом ума, которые завидуют Кришне, иногда поклоняются ему на свой лад, принимаясь писать собственный комментарий к Бхагавадгите, чтобы заработать на этом деньги. Однако тот, кто действительно хочет постичь Кришну, не должен читать их сочинения. Людям, распущенным и невоздержанным, никогда не постичь смысл Бхагавадгиты. Даже если человек опоздал чувства и строго следует предписаниям бед, но при этом не является преданным Господа, он никогда не сможет понять Кришну. Более того, даже человек, выдающий себя за преданного, но не занимающийся служением в сознании Кришны, лишен этой возможности. Есть много людей, которые завидуют Кришне только потому, что в Бхагавадгите он провозгласил себя Всевышним и заявил, что на свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Таким людям не следует рассказывать Бхагавадгиту, ибо они все равно ее не поймут. Неверующие люди никогда не смогут понять Бхагавадгиту и самого Кришну. Тот, кто не постик Кришну под руководством чистого преданного, не должен даже пытаться комментировать Бхагавадгиту. Еще раз текст. Никогда не открывай этого секретного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне. Те, кто здесь сейчас присутствует, как картинка или имя, просто, пожалуйста, покажитесь, кто вы. Очень тяжело разговаривать с кем-то, где я вижу только имя. Можете себе представить, разговаривать с кем-нибудь, на котором просто стоит табличка и написано, и ваше имя, и все. Преданый, пожалуйста, включите свои камеры. Спасибо. Спасибо, Хари Кресна. Бхагавадгита, как сказал Шива Прабхата, наиболее последовательный и точный, и самосвятящийся. И она никогда не нарушает своей логики благодаря нашей парампаре. И Бхагавадгита подобно сахару. Как бы вы ни взяли его, он всегда будет сладким. Таким же образом, как бы вы ни читали Бхагавадгиту, она всегда будет Бхагавадгитой. В особенности последние стихи Бхагавадгиты, которые суммируют смысл всей Бхагавадгиты и дают нам шанс понять это знание Бхагавадгиты. Даже если мы не поняли, какие-то части Бхагавадгиты, или как они сочетаются друг с другом. И в Бхагавадгитой 700 стихов. Но здесь мы сможем понять самую суть Бхагавадгиты, что Кришна пытается нам сказать с вами. И так, мы знаем из нектара наставлений, что те, кто вдохновлены и хотят слушать, есть неофиты, и есть среднего уровня преданных, есть чистые преданные. Которых также называют, как вы знаете, соответственно, Каништрадгикари, Мадхямадгикари и Утамадгикари. И так, как Каништрадгикари и Мадхямадгикари, и есть также Утамаадгикари, они делятся на эти подразделения благодаря их вере. Вера означает, насколько мы понимаем или познаем Кришну. И общепринятое понятие того, что те, кто приходят в сознание Кришны и обусловлены материальной природой, они не рождены чистыми преданными, как Шокодавако с вами. Мы должны понять, что они были подвержены определенному влиянию осквернению материальной энергии. И поэтому они не смогли понять, что такое трансцендентный опыт, что это означает. Потому что их вера в сознание Кришны всегда, высшей формой его является трансцендентный опыт, опыт непосредственного восприятия Кришны. Мы с вами знаем, насколько мы воспринимаем Кришну. Насколько мы можем измерить это, насколько мы свой ум можем сосредоточить на Кришне. Как часто мы думаем о Кришне в течение дня. И насколько мы с вами чувствуем любовь и ктатку, когда мы думаем о Кришне. В самом начале есть просто ведическая культура. И несмотря на то, что мы живем в обществе, которое не является ведической культурой, но мы должны понять, что это общество не может существовать за пределами качества ведической культуры. И качества различных людей, они всегда вечны. И это просто вопрос. Они находятся в сознании Бога или под влиянием иллюзорной энергии. Но в каждом обществе будут люди, которые являются шудрами, ващами, кшатриами или браманами. И если они нет, заняты преданным служением, или пытаются возвысить себя к более высокой платформе сознания, Бхагавадгита называют их мудрами, нарадами, апагрита-гьяни. Мудрами – это шудры, у которых нет никакого сознания Бога. Они даже не пытаются возвысить свое сознание. Они просто заняты удовлетворением чувств, и поэтому они называются мудрами. И их основная черта – это глупость. Даже когда вы пытаетесь объяснить им, что это знание, Бхагавадгиты, они все равно не поймут его. Потому что они глупы от природы. Они на уровне животных практически находятся. И когда кому-то очень сильно повезло, потому что он был в хорошей компании, и он выходит на платформу того, где он становится с регулируемыми чувствами, в особенности следуя регулирующим принципам, не есть мясо, не интоксикат, не испотреблять интоксикации, не заниматься незаконным сексом и не играть в азартные игры, очищает свое сознание от жадности и гнева. И он сможет тогда понять, что есть цель жизни – жить счастливо в этом мире. И он может только, если он примет сознание Бога и совершает свое предназначение, совершает. И они становятся ващьями. Они защищают коров. Они знают, что самая важная вещь в материальном мире, с точки зрения материального мира – это получение хорошего качества еды. И, как Кришна говорит, все живые существа существуют и поддерживаются едой. И что еда приходит в форме зерна. И зерно мы получаем от дождя, а дождь приходит, если мы совершаем ягию. И если у них есть хоть какой-то разум, они понимают, что они должны делать жертвоприношение, чтобы получить дождь, чтобы вырастить еду. Еда – это наиболее базовая и очень нужная, необходимая, жизненно необходимая вещь для человеческой жизни. Когда мы говорим «еда», речь идет об овощах и зернах. Но также речь идет о свежем воздухе. Мы живем с вами, дышать чистым воздухом, если мы пьем чистую воду. И если мы едим еду в общении с хорошими другими людьми, это поддерживает нас. Если наши взаимоотношения с людьми, которые находятся вокруг нас, основываются на похоти и жадности, и таким образом мысли людей будут осквернены. Но нам нужно научиться жить в гармонии с окружающим миром. И те, кто знает, как это сделать, их называют вайшими. Но те, кто приходят на уровень быть вайшими, но бывает так, что они просто хотят, более таким откровенным образом удовлетворять свои чувства, они все так же мудрые. Например, просто они вышли на этот уровень вайши. Например, в современном мире люди хотят наслаждать свои чувства. Таким же грубым образом, как простые аборигены в джунглях, они просто живут более утонченной животной жизнью. Они не убивают животных, которых они едят, но они все равно едят животных, как дикие племена. Они притворяются цивилизованными, но они на улице друг друга не нападают, но они ментально атакуют друг друга, они завидуют друг другу, они завидуют авторитету других или положению других. Они очень сильно завидуют ситуации другого. То есть в нашем с вами обществе нет людей, которые бы выступали за дхарму, кшатрии, под руководством Брамана, которые бы искали тех, кто искал бы освобождения. Итак, у нас есть административный класс людей, которого называют кшатрии. Они должны следить за соблюдением религиозных принципов в обществе. Но мы видим, что на самом деле они шудрые, так называемые администраторы. А браманы, так называемые браманы, они также находятся на уровне материалиста, без какого-нибудь внутреннего духовного сознания. В общем-то, наше общество с вами — это просто огромное количество шудр, глупых, которые просто хотят удовлетворять свои чувства. И если умные люди появляются, они эксплуатируют их. И Бахтистан Тасархасвадин Калпат сказал, что общество означает тех, кто обманутые, и тех, кто обманывает. Когда вы идёте в университет, вы не учитесь тому, как освободиться из материальной спутанности и осознать Бога. Вас учат в университете тому, как обманывать других. Те, у кого есть высшее образование, их там научили тому, как обманывать людей. Обмануть имеется в виду, что, может быть, они не поступают нечестно, но они дают им знание, которое не является таковым. Оно находится в университетах, и оно не говорит ничего о духовной жизни. И в обществе развелось так, что люди вообще ничего не понимают о духовной жизни. И случилось так, что чем больше у вас образования, тем больше он становится непонимающим духовную жизнь. Образованные профессоры в университете не могут даже понять разницу между собственным «я» и телом. И мальчики и девочки, они понимают это намного легче, чем их профессор, быстрее принимают это, чем профессора. Кришна говорит здесь, что тот, кто невоздержан, не может понять его. Но в особенности мудхи, невежды в обществе, у которых нет духовного образования, которые здесь находятся для того, чтобы удовлетворять свои чувства. Поэтому, когда они культивируют какие-то благоприятные вещи, они культивируют греховную действительность, они просто спят, едят, защищаются. И все ужасные поступки, которые помогают им наслаждаться, греховной деятельностью. Кришна говорит, не проповедуйте им, потому что... А что они поймут из вашей проповеди? Кришна говорит... Кто совершает благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя службе и неумеем. Как, например, чтобы стать юристом, вам нужно попасть вначале в колледж, чтобы иметь достаточно квалификации, чтобы стать юристом. И вам нужно будет сдать экзамены, прежде чем вы сможете войти в адвокатуру. Вначале вам нужно выпуститься из простого изучения, потом вам нужно сдать экзамены, если вас возьмут в адвокатуру. И через столько-то лет, будучи в школе адвокатов, вам все равно нужно будет постоянно сдавать экзамены для того, чтобы квалифицироваться на более высокую ступень адвокатуры. Это в простой жизни происходит. Что уже говорить о духовной жизни, которая более тонкая, у вас должны быть квалификации для того, чтобы понять, что Кришна говорит по вакцитете. Базовый принцип существования в материальном мире — это зависть. Но мы обычно не видим в себе этой зависти, потому что мы покрыты другими качествами, которые более крупные. И те, кто просто едят, снашаются и так далее, они не могут подойти к сознанию Кришны. Они завидуют другим живым существам, они завидуют животным, но их зависть, она настолько глубокая, что они даже не понимают этого, они думают, что это нормально. Они даже не имеют понимания того, что в конце концов они завидуют Богу. И поэтому Кришна говорит, что им говорить? Они ничего не поймут все равно. Но если вы не Нарадамуни, конечно. Нарадамуни, когда он вернулся в Свой Конхе, он шел по лесу, и он увидел животных, которые были полумертвые, и они бились в судорогах предсмертных. И Нарадамуни обеспокоился, почему эти животные так страдают. И он пошел выяснить причину, почему с ними так жестоко обращаются. Он увидел охотника, которого звали Мригари. Мрига означает животное, Ари означает враг животных, Мригари. И Мригари очень расстроился, потому что Нарадамуни распугал его добычу. И поэтому он хотел проклясть Нарадамуни. Но Нарадамуни, благодаря его трансцендентному положению, Мригари не смог проклясть Нарадамуни. И Мригари спросил Нарадамуни, почему ты портишь мне охоту? Это моя профессия. И Нарадамуни сказал, хорошо, это твоя профессия. Ты охотник, и ты думаешь, что ты делаешь то, что ты должен делать, убивать животных. Но я заметил, что ты их не убиваешь до конца, что они в судорогах корчатся. Это очень, очень греховно. Кто научил тебя таким образом исполнять твою профессию? И Мригари сказал, на самом деле мой отец научил так меня делать, чтобы я половину, убивал их только наполовину, и чтобы они трепыхались в таких предсмертных судорогах. И мне это так нравится, доставляет мне удовольствие. И Нарадамуни открыл этому охотнику, что это очень плохая идея, что в следующей жизни тебе придется принять форму животного, и все эти животные придут и будут доставлять тебе страдания. И Нарадамуни был таким могущественным, и он смог показать это охотнику таким образом, чтобы этот охотник принял это как факт. И он предался Нарадамуни, и он сказал, что мне теперь делать, чтобы избавиться от реакций греховных в моей деятельности. И Нарадамуни сказал, разломи свой лук и приходи обратно за трансцендентным знанием. И так как Нарадамуни облечен могуществом, он могущественный предный Господа, он смог сделать даже охотника чистым преданным Кришной. Может быть, мы с вами не являемся такими могущественными людьми. Когда мы с вами выходим на улицу распространять книги, мы встречаем очень много глупцов, и они говорят нам абсолютно странные вещи. И они говорят нам негативные вещи о том, что мы с вами сделаем. И, скорее всего, они книги наши не возьмут. Мы, конечно, можем их немножечко обмануть. И они будут злиться после этого, что их обманули. И на самом деле нельзя ничего продать, обманывая людей. Но это не очень хорошая идея вызывать их гнев, потому что мы распространяем любовь к Богу. Не очень хорошая идея вызывает их гнев. Поэтому нам нужно искать людей, которые будут более восприимчивы. Если вы находитесь на военном поле, и есть очень много раненых, то разумным будет спасти тех, кто не очень сильно ранен. Вы сможете их, может быть, спасти. Но если вы попытаетесь спасти тех, кто тяжело ранен, то, скорее всего, вы потеряете и их, и тех, кто менее сильно ранен. Поэтому в общем смысле мы должны находить те аудитории, которые более склонны к тому, чтобы воспринять это знание. Люди, которые являются вегетарианцами, обычно они более хорошие кандидаты к распространению книг, чем те, кто мясные лавки содержит. Конечно, преданные, милостивые, бывает, что они хотят очистить удивительных людей. И были такие случаи, где те, кто распространяет книги, подходят к тем, кто содержит скотобойни. и люди берут книги, и они дают пожертвования. Но это могут быть очень редкие обстоятельства. Если у нас нет никакого другого кандидата к распространению нашего знания, тогда придется даже распространять тем, кто скотобойни содержит. И мы даем им книги Ишилы-Правпады. Но обычно они не очень хорошие кандидаты для этого. И насколько не говоря уже о Нара-Дамах, они не настолько глупые. Но в общем такие люди, они немножко лучше кандидаты, в особенности те, кто уже стали вегетарианцами. Или они следуют определенным принципам неупотребления, интоксикации или никакого незаконного секса. У них все же больше разума, чем у обыкновенных глупых людей. Они более хорошие кандидаты для получения знаний. Но эти люди обычно еще более духовные, чем глупцы в нашем современном обществе. У глупых людей очень много возможностей свои чувства наслаждать, потому что они не богаты и все, что они могут это наслаждать свои чувства. А нарадамы они греховные. Может быть они лучшие кандидаты для получения нашего знания, чем глупцы, но потому что они глупцы они обычно не воздержаны, но нарадамы они больше склонны к своим семьям, они патриоты, они ради чего-то жертвуют своей жизнью, поэтому им очень трудно понять, что есть цель, которым стоит предаться, но она трансцендентная. Но иногда мы можем найти людей, у которых их преданность семье, их преданность обществу, или Шила Пропада называл их хиппи. Однажды, когда Шила Пропада приехал в Америку проповедовать, он нашел хиппи, которые были хорошими кандидатами, не потому что они были разумными, у них конечно был какой-то разум, они были греховны, конечно, но некоторые из них были вегетарианцами, и вы знаете, свободная любовь тогда проповедовалась и считалась нормой, но потому что они были не привязаны к обществу и к семье, и они искали что-то более высшее, поэтому многие из них стали хорошими кандидатами для восприятия сознания Кришны, а с другой стороны те, кто могли управлять или воздерживать свои чувства и изучать, если им очень повезло стать частью ведической культуры, то часто через какое-то время, по прошествии времени, у них развивалось любопытство, есть ли что-то за пределами просто поддержания счастливого материальной мечты, может быть, есть какая-то более высокая цель в ведической культуре, есть вся эта информация для людей о более высоких возвышенных планетах и во времена ведической культуры, в особенности во времена, когда проводилось очень много жертвоприношений, байши и шудры, и кшатрии, и браманы. Браманы в основном производили эти жертвоприношения, кшатрии организовывали эти жертвоприношения для Вишну и другие жертвоприношения, а байши и шудры, они приходили и смотрели на эти жертвоприношения, байши давали ингредиенты для совершения жертвоприношения, они приносили гии, или они также давали деньги, и шудры принимали участие в том, чтобы произвести необходимые ингредиенты для жертвоприношения, даже полубоги приходили на такие жертвоприношения, то есть у них было четкое знание о более высоких планетах, и что там происходит, потому что говорится в ведах, что если вы будете совершать своей жизни определенные поступки, вы попадете на более высокие планеты, и так у кшатри было могущество благодаря их воздержанию, потому что они слушались браманов, которые были полны правильного знания, и они организовали такого рода жертвоприношения и защищали их, но когда они начали завидовать Крешне, они начинали производить жертвоприношения, которое обычно было предназначено для того, чтобы эксплуатировать остальные. И поэтому вместо того, чтобы дать настоящее знание, что мы должны предаться Всевышнему, обычно они давали знания к тем, кто придумывал свои собственные идеи или лозунги, и они начали раздавать так называемую греховную информацию. У них было знание, но это знание они использовали неправильным образом, чтобы доказать людям, что нет Бога, и что цель жизни в том, чтобы наслаждать свои чувства. И они организовали общество, эти администраторы, таким образом, что вайши, или так называемые вайши, на самом деле они нарадомы, и у появился полный контроль над штудрами и мудрами, эксплуатируя их, эксплуатируя их работ, рабочую силу, эксплуатируя их разум, и для того, чтобы строить богатство и наслаждать свои чувства. Те, кого сейчас называют менеджерами, армией, или разумными людьми, у них нет знания о Боге, они завидуют Богу, и несмотря на то, что у них есть разум для управления обществом, смотрите, даже Равана, у Равана хорошо было построено общество, его город был построен с помощью Сири помогает и говорит, я нашла в интернете город, который сделан из золота. Итак, Равана, у него было огромное царство, все сделано из золота, и Браманы совершали жертвоприношение, и жертвоприношение совершались только для его наслаждения чувств. И, как мы знаем, он не следовал никаким принципам, кроме, наверное, по пятницам он не ел Браманов, все остальное время он ел все, что угодно, в особенности Браманов он кушал питался ими. Если вы сможете воспринять ведическое знание через Браманов и получить трансцендентную реализацию, вы можете подняться на платформу и сами стать Браманами, потому что Браманы находятся на духовной платформе, и это предварительная квалификация для того, чтобы стать преданным, настоящим преданным. Но, если вы поднялись до этой платформы, чтобы быть квалифицированным, чтобы стать Браманом, но он понимает, что для того, чтобы стать преданным, ему придется оставить эту ложную идею, что я стану Богом или я Бог, человек должен предаться Богу, тогда он станет, он может завидовать Богу, чистая зависть к Господу приходит к тому, кто думает, что он есть Кришна. Есть много людей, в Индии в особенности, которые вроде бы поклоняются Кришне, но их цель в том, чтобы стать Кришной. Однажды я был на воскресном Перу, и пришла одна женщина и говорила мне о том, как у нее есть Божество Кришне и как она ему поклоняется. И в конце разговора с ней она сказала, что однажды я стану таким Божеством и кто-то будет поклоняться мне. Очень часто люди кажутся преданными, но они просто совершают преданные служения с идеей того, чтобы стать Богом самим. Как, например, Гапал Батагасвами, он шел увидеться с Шичитани Махапрабху Джаганат Пури, и Рам Дас сопровождал его. И Рам Дас был знаменит тем, чтобы быть великим преданным Господа Рамачандры, потому что 24 часа в сутки он повторял имя Рамы. И когда Гапал Батагасвами и Рам Дас приехали к Гапал Батагасвами, его очень тепло принял Господь Читания. И позже Гапал Батагасвами попросил Шичитани познакомиться с Рамадасом. Но когда Шичитани Махапрабху познакомился с Рамадасом, он был холоден к нему, потому что он знал, что несмотря на то, что Рамадас постоянно повторяет Рам, Рам или Харир что внутри себя он думал, что он станет Рамой сам. Он выглядел как будто он великий преданный, но был он персоналистом. Поэтому очень часто, зачастую очень трудно понять, кто имперсоналист, а кто на самом деле преданный. Кто продвинутый духовно, будучи преданным, или выглядит как продвинутый преданный, но на самом деле является Майавадей. Есть группа преданных, группа людей, которые называются имперсоналисты, достигают реализации прамана, даже не зная, что Кришна он верховная личность Бога, но они не завидуют Кришне. Например, Шукадавагасвами, который 16 лет, был в лоне своей матери, обладая реализацией прамана. Он не завидовал Кришне, он просто не знал, что в этот момент, что есть что-то выше, чем праман, не смотря на то, что у него не было веры в Кришну. Поэтому, когда отец сказал ему, что 16 лет ты уже в лоне своей матери, пожалуйста, покинь ее лону. Было бы неплохо, если ты родился, в конце концов, 16 лет и там сидишь. Но Шукадавагасвами не хотел рождаться, потому что он боялся упасть в мае. Как только он покинет лону своей матери, он был очень счастлив находиться на уровне реализации прамана. Бьясадева сказал, я гарантирую тебе, что ты, если ты родишься, ты не упадешь в мае. Но Прабхадавагасвами говорит нам, что Шукадавагасвами не доверял даже Бьясадеве, несмотря на то, что он был инкарнацией Кришны, потому что он думал, что он семьянин, и он просто говорит мне это, чтобы меня отсюда вытащить. Чтобы у него проблем не было с женой. Поэтому Бьясадева пошел в Дварагу и попросил Кришну прийти и лично сказать Шукадавагасвами, что если ты покинешь лону своей матери, ты не пойдешь в мае. Ты будешь находиться на уровне реализации прамана. И так как у Шукадавагасвами была вера в Кришну, он вышел из лона матери, но его реализация все еще была безличной, пока Вьесадева не послал своих последователей в лес. Своих последователей, которые нашли Шукадавагасвами, постоянно цитирую стихи из Шримадавагасвами. И только тогда Шукадавагасвами стал великим преданным, слушая Бхагатам из уст Вьесадева. Поэтому наше дело с вами нужно оставаться на этом пути сознания Кришны, потому что в любой момент, если мы не понимаем, каков наш путь, мы можем не понять, что может быть мы глупы, или может быть мы просто пытаемся удовлетворить свое любопытство, по какой причине мы это делаем, или когда мы с вами действительно находимся в понимании того, что мы не есть это тело, но мы не понимаем, какой следующий шаг для нас нужен, для того, чтобы полностью занять нас в служении Кришны. Итак, это объясняется в конце 18 главы Бхагавадгитты, что мы должны стать сознающими Кришну, мы должны стать Его преданным и мы должны поклоняться Ему, это часть нашего процесса, чтобы мы идентифицировали себя как преданного Кришны, стать частью Его миссии, и какова миссия Кришны? Кого бы ты не встретил на своем пути, мы должны медитировать, как я могу помочь этой душе совершить прогресс в сторону Кришны одним способом или другим? Это наша миссия с вами, это и значит предание себя Кришне, это то, что значит предаться, а иначе мы с вами освободимся от своей греховной реакции и может быть даже успокоимся, и может быть даже обретем какое-то счастье, но когда мы вдохновлены стать преданными Кришне, мы можем научиться, как хорошо готовить ему просад, может быть жить в хорошей атмосфере, с чистым воздухом, через фильтр, который проходит, или еще что-то в этом духе, или может быть мы даже станем немного более скромными и будем читать Бхагавадгиту иногда, более смиренными, может быть даже арати для Кришны проводить, получим небольшое понимание того, как избавиться от страданий материальной природы, но это не значит, что мы серьезно принимаем на себя миссию Шичи Тани Махаправу, но без того, чтобы взять на себя миссию Шичи Тани Махаправу и доставлять это послание Кришны в Бхагавадгите, нам придется рождаться опять, пока мы не поймем, что этот материальный мир это не очень хорошее место для жизни, несмотря на то, насколько бы возвышенными мы не стали, Господь Бхагавадгита находится в прекрасном положении в материальном мире, но Кришна говорит, что даже Он страдает, потому что Ему придется умереть, поэтому Шила Пхагавада делает такой огромный стресс, как в этом стихе и в других стихах, что мы должны работать на духовной платформе, это означает, что в конце Бхагавадгиты Кришна говорит, манма на бава манбакту, станьте Моим преданным, нам нужно научиться любить Кришну, но этого недостаточно, просто наша попытка любить Кришну, делать арати для Него или предлагать Ему еду, это очень хорошо, но нам нужно заглянуть за пределы этого, мы также должны понять, как сотрудничать с другими преданными, как помочь им стать сознающими Кришну, как эти трансцендентные послания смогут помочь нам и другим стать сознающими Кришну, Шила Пхагавада сказала, что ваша любовь ко мне она проявится в том, насколько хорошо вы будете сотрудничать для того, чтобы сохранить это общество после моего ухода, и это называется свадхосангой, будь это с нашими детьми или с нашими супругами, или преданными в храме, мы должны научиться быть родственными душами к ним, как нам вместе практиковать садхана Бхакти, и как вместе проповедовать послание Шичи Тани Махапрабху, к тем, кто находится просто и такого рода люди, они приходят к нам обычно в такие наиболее подходящие кандидаты, те, кому мы проповедуем, они должны быть теми, кто не завидует Кришне, те, которые совершили хоть какие-то аскезы в своей жизни, те, кто не против идеи Бога как личности, и поэтому они не будут против также совершить личностное служение Богу, или те, кто просто полностью погружены в идеи поклонения, и они думают, что только их жизнь в семье, и они поклоняются только им, у них нету другого времени на что-то другое, среди этих людей могут быть какие-то люди, которые можно назвать невинными, и которые смогут оценить это послание читания Махаправой, они могут оценить это знание, что мы не есть это тело, что все здесь принадлежит Кришне, и что цель жизни это служить Кришне под управлением духовного учителя, и такого рода людей нам нужно с вами стараться найти, и это качество, которое мы также должны культивировать внутри себя, и помочь другим культивировать в них, что мы должны совершить аскезы, преданное служение, становиться свободными от зависти Кришне, и зависти к другим живым существам, и самое лучшее, что мы можем сделать, это заниматься садхана-бхакти, и использовать свой разум каким-либо образом, для того, чтобы проповедовать это послание Шичи Дани Махапрабху, и использовать свою потенцию знания, чтобы убедить людей в том, что Кришна верховная личность Бога, если у нас с вами есть склонность к менеджменту, как организовать программы, чтобы проповедовать это послание, если у нас есть какое-то богатство, нам нужно использовать это богатство в том, чтобы организовать эту месяц и читание маха праву может быть печатать книги может быть строить храмы или распространять проса но если у нас нет ни одной из этих не знаю не склонности к знанию не к склонности к менеджменту или организации и у нас нет никакого богатства для того чтобы использовать его в нашем движении по крайней мере нам нужно помочь тем у кого это есть и тогда мы будем прогрессировать в преданном служении и в конце концов мы подойдем к уровню шила правопада говорит боговат гитая те кто не верующие на этом пути они не получат меня те кто в невежестве без веры они не могут прогрессировать сознание есть люди которые просто мудрые у них вообще нет понимания о том что такое сознание кришну они просто зафиксированы на этом телевизоре это их реальность или например интернете как сейчас они абсолютно не верующие потому что у них нет вообще никакого знания о душе о верховной душе или о высшей реальности но те у кого есть небольшое знание например книги как по голове то но у них нет веры в это знание они не верят проговорки то но у других есть вера что боговат гита или другие ведические писания они правда они не следуют им как правопада на своих утренних прогулках в особенности в индии были так называемые преданные которые были снимем и они даже цитировали пока в ответ но они не принимали вывод по плакет и предание крышны и есть такие у кого есть вера боговат гита и они даже следует писанию но они не верят что кришна на верховный личный бога они тоже считаются не вер не верующими только те кто провел свою жизнь совершая благоприятные поступки по преданном служении и оставили греховную деятельность они и повлеклись в деятельность в преданном служении используя свой разум такие люди мы должны видеть что кто из нас становится сознающими крешного и где в чем нам нужно измениться и и перестать быть глупцами слушая бхагават битва слушая шима бхагаватом регулярно попытаться использовать это знание в нашей жизни понимая что какое послание мы слышим из них это также практически применять их в наших взаимоотношениях с другими в нашей жизни чтобы и что а также видеть где мы не подчиняемся кришне где мы немножко все больше думаем это моя семья это мой мой учитель из духовность из просто школы и я хочу удовлетворить их как наша преданность она обманывает нас из-за прошлых обусловленности и навязывая нам идеи наши вот тела нашей школы нашей нации и как мы а при нем те кто принимает это знание будучи обманщиками как например настолько сейчас людей которые являются обманщиками и они называют себя наукой или научным знанием и насколько мы у нас влечет к такому знанию тоже и также в конце концов понимать как люди которые даже пытаются быть духовными они ставят себя в центр мы должны не не так сильно заботиться о том заметят ли нас люди а больше заботятся о том услышать ли они о кришне мы должны пытаться помочь этому движению чтобы мы стали эффективными в нашем собственном преданном служении прежде чем мы попытаемся сделать кого-то эффективными в их служении в бакавадгете кришна говорит тот кто дает это послание другим они наиболее дороги мне кришне и наша миссия с вами не стать просто преданными и жить хорошо в этом обществе преданных и стать привязанными к нашему кругу общения обусловленными нашими предыдущими рождениями и иногда ошибка ошибки зайти на какой-нибудь не тот сайт и получить неправильное общение от этого сайта но также мы должны стать теми кто служит эффективно миссии шиши тани махапрабу чтобы это духовное царство шиши тани махапрабу спустилась на землю мы по крайней мере не помочь преданным которых мы не знаем но помочь тем преданным эффективно которые вокруг нас находятся чтобы помочь им развить взаимоотношения с кришной чтобы их жизнь имела смысл и чтобы они вернулись к решни также и так я хочу прочитать еще раз стих никогда не открывай этого сокровенного знания тому кто не воздержан не предан мне кто не хочет служить и завидует меня это очень хорошо объясняется что у нас есть прямо для кришны шила ру пока с вами говорит нам что есть разные ступеньки преданного служения достижения в преданности и от первая ступенька это конечно ахикари который мы объяснили уже что есть четыре категории людей которые берут и занимаются преданным служением но все же не могут оставить плохое общение или обусловленность нашим материальным происхождением то они могут попытаться действовать духовной платформе они могут попытаться любить кришну и оставить позади и какие-то концепции которые они получили из-за предыдущих рождений они могут помочь преданным вам помогая невинным и помогая преданным развить духовное знание есть невинные которым мы можем проповедовать и поддерживать и объясняется что есть столько разных видов людей которые не очень хорошие кандидаты получить преданное служение и есть люди которые невозможно объяснить сознание кришна и поэтому кришна в этом стихе говорит даже не пытайтесь людям которые не которые становятся впадают в гнев когда вы им что-то объясняете не пытайтесь этого сделать мы будем тогда действует на материальной платформе извините на на средней платформе и вот с этой платформы средние матхи-матхикари мы сможем перейти на платформу чистого предного служения если ним мы не понимаем что это за платформа и как на нее перебраться тогда мы всегда будем находиться просто на платформе конечно от хикария даже будучи брамана или администратором чтобы то ни было но мы не разовьем чистую любовь кришне и сознание необходимое для того чтобы вернуться в духовный мир это возможно только когда мы делаем свои обязанности какими бы они не были но мы делаем их на духовной платформе на той платформе которая переходит за пределы просто взаимоотношений где мы на самом деле принимаем положение тасса тасса на удастся или до себя себя ну да си после инициации мы должны оставить эти ложные концепции о том какое бы тело у меня не было в какой бы материальной ситуации я не находился я должен служить этой в этой ситуации и тогда мы станем счастливыми это значит что чтобы не было у нас внутри мы шудра ващья браман шатри или мы проповедники или мы организаторы менеджеры или просто материально поддерживаем движение санкертаны что мы не обращаем на себя внимание как просто внешнее тело но мы принимаем себя как слуга слуги слуги кришна хорошо большое спасибо есть какие-то вопросы или комментарии харе кришна города когда вы говорили распространение книг и о том что нужно находить подходящих кандидатов а идея какая что если мы распространим книги кому угодно и может быть кто-то кто более подходит несмотря на что они взяли книгу может быть они не подходящий кандидат но может быть книга попадет кому-то более подходящего через их руки или просто когда вы на улице невозможно за такой короткий промежуток понятно сколько они квалифицированы конечно любой кто возьмет нашу книгу это не случайный человек но мы можем видение развить в себя кто более подходящий кандидат кто возьмет книгу и если будет выбор между одним или другим то скорее всего лучше выбрать того кто более а вероятно возьмет книгу но если все штанцы одинаковые то нужно подходить ко всем и как насчет когда вы говорите о бомбах замедленного действия так сказать люди те кто не склонны купить нашу книгу может быть все равно придут к успеху каким-то образом не смотрит потому что каждый раз когда мы распространяем книгу это есть успех в особенности когда вы берете эти деньги и используете их в сознании кришны тогда это действительно становится успехом и конечно же люди которые уже склонны как бы к успеху а вероятность больше что им повезет но если вы не не можете распространить им книгу или если вы распространяли все равно возьмите их контакты чтобы они могли прийти в храм где им смогут объяснить книги и если мы их подтолкнем к тому чтобы не приняли на себя процесс сада на бахты и читать книги и практиковать то что говорится в книгах и если мы разовьем их увлечение до такой степени что они начнут регулярно приходить на нашей программы регулярно практиковать сада на бахты И если тогда мы приведём их к тому, что они начнут обучаться, следовать принципам и дадут определённое обещание, следовать принципам регулирующим и повторять Харе Кришна, и станут членами нашего общества, и они будут говорить, что это не ваш храм, а наш храм. И если они разобьются дальше, или мы разобьём их дальше, чтобы они помогли нам организовать наше общество, таким образом, чтобы они начали выходить и проповедовать другим. Замечательно. То есть есть система того, как привести людей к более высокому уровню вовлечения и обучения. И наша цель — создавать чистых преданных. Просто без разбора распространения книги — это неплохо, но должно быть понимание того, что есть процесс, как людей привести к более высокому уровню, чтобы они становились преданными Кришне. Понятно? Будет ли это правильным описанием Саддана Бхакти, если мы опишем процесс Саддана Бхакти как процесс сложный? Да, конечно, это сложный процесс. Мы пытаемся его сделать благоприятным. Кришна говорит, что то, что сначала кажется нам ядом, становится нектаром позже — это обычно счастье в бунне влагости. Так что иногда бывает так, что мы можем быть не такими уж и продвинутыми, все время думая о Кришне в нашем сердце, и из-за этого чувствовать постоянный экстаз сознания Кришни. Поэтому мы чувствуем вот эти сложности непростые. Но когда мы говорим о Кришне, мы должны понимать, что этот процесс, в котором у нас есть сложности о том, чтобы думать о Кришне, этот процесс всё же приведёт нас к тому, что он очистит нас, этот процесс сложности, он очистит нас и приведёт нас к тому, что мы будем думать о Кришне постоянно. Я думаю, что мы уже все закончим на этом, наверное. Большое вам спасибо всем. Спасибо.